Что у нас? У нас всё нормально. Гречка на улице ещё лежит, пшеница ещё лежит. Сколько там у тебя гречки на улице? Тонн 15, наверное. А сдавал уже её? Я не буду сдавать. Цены нету, цена упала. Понятно. Мы взяли зерномёт, привезли. И то, что можно было, мы как можно выше. Зерно сухое, хорошее, и гречку, и ячмень. Нет, не ячмень. Ячмень мы не достали. А пшеница как? Пшеницу. Мы забросали наверх. Там метра два с половиной, наверное, вот так. Ну, надо померить, сколько зерномёт. Руками это не заседаешь. Сушишь что-то, нет? Нет, я высушил. Всё. Ячмень сдали. А что у тебя на улице осталось сейчас под дождём-то? Не под дождём, всё под палатками мы спрятали. Взяли палатки такие здоровенные, больше, чем площадь моего дома. Надо же. 12 на 18. Ну, сразу как закрыли две штуки, там такую площадь накрыли. Ну, а что сдаёшь? Покупают что-то или ничего не сдаёшь? Покупают, но я не хочу продавать по такой цене. Покупают, но ты не продаёшь? Да. Понятно. Помещения нету. Понятно. Хранить негде. Так бы я всё бы оставил. А покупатели откуда? Да со всех мест разных. А как они про тебя знают, что у тебя есть что-то? Я не знаю. База, наверное, у них есть. Звонят каждый день по два-три человека. Ага. Откуда они взяли, что выращивать знают. По твоим предположениям, когда ты начнёшь продавать? А у нас мы же от дорог зависим. Летом я здесь зимой не буду продавать. Мы сейчас продали около ста тонн ячменя. Нам хватит, чтобы залатать дырки. Где с долгами рассчитаться, где с долгами. Но весной будет цена больше. Ну, будем надеяться. Говорят так. На югах цена большая. Ячмень, если у нас сейчас принимают, спрашивают по 4,50, по 5 рублей ячмень продадите. За килограмм? За килограмм. На югах фуражный ячмень 17 тысяч. Ну, 5 и 17, есть разница. А у нас никак. У нас отдалённость территории. Урожай большой, наверное. Ну, не знаю, по какой причине. Из всего, что у тебя вот было горох, пшеница, ячмень, гречка, что выгоднее всего оказалось? Ячмень. Ячмень. Ну, пиво пьют. Ячмень, да. Больше всего он дал урожай. А затраты на какой продукт больше всего? Ещё не считать. Ну, они примерно одинаковые. Одинаковые. Да. Ну, меньше всего на гречку. Ну, коротко скажи, горох у тебя сколько получилось в среднем, с гектара? Горох 20. 20 центнеров? Да, 20. Так, ячмень? Ячмень 44 в среднем. 44 пшеница? 25 и гречка. Ну, 15 в бункерном, но там отходов много. Ну, 10, грубо говоря. Значит, ячмень у тебя вышел на первое место? Да. Ну, слава Господу. Так, ну, выйдешь ты в конечном счёте. Это не с большим, как говорится, а убытком-то? Думаю, без убытка. Без убытка. Да. Так, а что уже недолго вас слышно? Ну, я был у него, вот, в Стерентии, неделю назад были у него. Ну? Смотрели, он нас поводил, посмотрел. Ну, говорит, надо стремиться, чтобы минимально было затраты. Что надо? Минимальные затраты физического труда. Ооо. Там ребята ходят, там механизмы, заставить механизмы работать. А у него сколько? А так нас надолго не хватит. У тебя сколько гектаров всего? Триста. Триста? У него шесть, ну, семьсот, наверное, вот так. Так. А ну, эта покупка не завершена? Ты, который хотел там покупать-то? Не начато ещё. Угу. Ну, предлагают, звонят, покупайте у нас. Чтобы не обманули-то как. Да. А уже нисколько? Шесть-семьсот. Шесть-семьсот, он говорил. Ну, у него тоже там плюс-минус, там, наверное, тоже предлагают. Так у него есть семечки были. Да. А свёклу он не садит сейчас? Нет. А кукурузу? Тоже нет. Значит, не выгодно? Не в том дело, это не её климат. У нас холодно и не пойдёт. Он присматривается к нуту, к сои, тоже не совсем у нас благоприятно. Там цена очень большая, вложение в неё на гектар. А вот кто раб всей этой дороги, это выгодно, нет? Выгодно. Ну, упала, говорят, цена там. Цена упала? Было 20, да. Я к нему как раз пришёл, вот приехал, говорит, вот как раз буквально сегодня на 2 рубля упала цена. А вот напрямую кто имеет над вами какое-то как главенство или руководство? Перед кем вы отчитываетесь? Управление сельского хозяйства. Алтайского края? Да. Не, ну как, в каждом районе же есть отделение. А, по району сначала. Да. Какие претензии к вам есть? У них? Да. Нет, нет. Так, ну а теперь насчёт земли-то попотерявки. Батюшки-то глава администрации мамы с короной обещал через два месяца поговорить, это сделать, что отняли-то всю землю. На самую деревню-то нету. Ну и попутано наш музей. Ответ-то пришёл с Думы там, Терентьев какой-то. И решать здесь надо на месте. А они на каком основании отняли-то? Всё это, перечеркнули-то. Главное то, что он удивился, что у нас все документы целые, когда отпускалось-то. А раз документы есть, тут вообще разговор висит, и надо, ну просто как, имеющая власть. На каком основании они убрали? Под деревню там вместо 170 гектар там 17 гектар оставили. И не уведомили никого, никто не знает, ни староста, ни батюшка, никто. Ну, когда батюшка-то приедет, успеет он там это сделать всё? Ну, успеем, сходим. И заявление там, как угодно сделать, это место, где бывший лагерь, чтобы отбили и чтобы туда нет. Никаких не лет тут больше никто? Нет. Слава Христу. Может быть, образумицы, которые были. Это-то хорошо от них отговорилась, представительство совета. Она документами доказала, что корчины не относятся к Мамонтову. А Мамонтову, им надо теперь заново начинать всё против этих. А чего? Ни одного квадрата сельхозу угодят и не занимаем. На навозной куче всё находится 9 суток. Мы всё лето молились, и сейчас тоже у Нины жил, наверное, муж умер. Сейчас на похороны сегодня, наверное, пошли. Умер по-христиански. Ну, как она всё рассказала, потом увидите. Вот. Сегодня я выставил два ролика про Никиту. Он оттуда там как. Только поставил. Сколько-то часов не прошло, 770 человек уже зашло. Ну, для нас это большая сумма. Так, давай к Надежде Васильевне. Пообедай. Я не знаю, Володя, ты ещё вроде не заказывал, не говорил. Он не говорил тебе там? Нет. Ну, у меня творог да молоко есть. Что у тебя? Молоко только? Да. Отставь сюда. Творог он есть. У нас молоко, вон, видишь, банка. А, ну и что? Полно трёхлитровый. Я не знаю даже. Я брать не буду, у меня не на что. Ну, смотрите, если надо, я оставлю. Надежде Васильевна, скажи она. Я, может быть, даже забегу. Спаси Христос за интервью. Хорошо. Сегодня у нас 16 октября. Вот, приезжал брат Игорь Барабаш. Ну, примерно так мы уже знаем всё. Какие данные. благословен Господь. У меня висит моя фуражка. Вот. Вот он подъехал. Я сколько сидел, дёргался и просмотрел. Я тут стал слушать. В последнее время заново прошёл всё, что по Сталинградской битве. А сейчас Северный флот. Финны и норвежцы. Новые. Там вся мировая война. 95 серий. Все посмотрел от корки до корки. У меня вопрос один. Когда Гитлер понял, что всё проиграно? Ну, документы показывают, что в 1942 году он уже об этом тайные документы были. Ищу, было ли у него покаяние или нет. Понимал ли он, что он затеял и сделал. У Сталина покаяния ни на что не было. Что рядовые остались перед дивизиями. Сегодня смотрел тут данные, сколько тысяч офицеров молодого состава уничтожили конкретно. А зачем вам это нужно? Да так-то не зачем. Я речь веду только о покаянии. Было ли покаяние у всех? У всех. Царь был плохой. Эти хорошие. Ну, вот хорошие там как. Прям открытый голодомор. 3 миллиона. Поморили на Украине. А то откирались. Шхатыни, то сами устроили там по расстрелке польских офицеров. А там в основном офицеры-то были учителя да агрономы. Ну, вот так. Вот Игорь стоит здесь. Сейчас. Все пока. Васильевны, показать какие котята большие стали. Вот они. Это буска. Это рыжка. Рыжая растет. А это беленькая такая, бусая. О, мать. Это кошечка, а то кот. Вот так. Ежа Васильевна, блины тут. Готовь. С утра все. И приезжает Игорь с Леной. Готовить мне надо. Во, во, во. Ну, давай. Готовь. Давай, брат, подкрепляйся. Ты должен быть в силе. Твоя кастулька. А то, ну, я же Васильевна так здесь. Не то, что у нас там. Божья правда его. И это все приложится вам. А то говорят все остальное. Никогда нигде по-другому не говорят. Говорят, плодопатриарха и все сектанты, все говорят одинаково. И все остальное. А остальное это значит не одежда и только машины и все проще. Вот они у меня едят тут. Ой, да обедают все. Да хорошо то им как тут. Ну. Ну. Ну, все же Васильевна хозяйка хорошая. И тут блины у ней. Густо. Ой, а тут глитерия. Что ты делаешь то? Я не пойму. Что? Продолжу игру без ножниц. Если мне нужно вырезать отсюда картину? Ножни сами в руки ножницы не бери. Глаз выткнешь. Глаз выткнешь сейчас. Баба Надя сама может нарезать. И сама не режь. В руки не бери ножницы. Поняла? Обкнешься и глаз выткнешь. Баба Надя когда нибудь занята, когда я играю. Я сказал сейчас тебе. Ясно? Да. Ты вот эти ножницы вот взяла. Вот они ножницы то. И здесь стоишь, а сама на них наклоняешься. Они два глаза тебе сразу выткнут. Не надо. Ну как же я буду вырезать картину и за одну клеить тут. Фильм смотрит. Что? Вот. Все. Ты видишь какая из этих. Тут у нее два этажа. Красота. Ооо. Это благодаря тебе ножницам. Здорово. Там вертолет летит. Да. Это благодаря ножницам. Ооо. Ну 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 ну. Это только. Ну 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 ну. А тебе тут не холодно? Ты так как то по легкому одета то? А сколько тут градусов то не известно. Ну сейчас посмотрим где то поедете. Есть градусник то у нее. Надежда Васильевна уголок тут. Вон. Там. А тарелка с кружкой то зачем тут стоят? Есть только там за столом. Здесь никогда не ешьте. Я понял. Хороший. Молодец. Я же вырезала эти картинки. Ну ладно. Только никуда по этой лестнице не лазь дальше. По лестнице залезла ты. Грохнешься и руки переломаешь, ноги. Надежда Васильевна. У тебя градусник то есть Надя? А? Ну ка посмотри. Сколько градусов? В комнате нет градусника. Ааа. Ты не подходи близко. Как печки то. Это очень опасно. Как я подойду если тут вот это вот. Самое очень. Ну как ты дашь показывал? У тебя кто там бабочка летает или как крылышки то? Ну ка покажи как ты. Ой ой ой. Да на одной ножке она. Ну и стрекоза растет. А как гликерия у нас тут. Да ты что. А не упадешь? Нет. О. За шторкой. А там. Володя помнишь там где живет. Твой Володя. Он сделал тут вот эту вот блачную стеночку. И теперь мы молим тут спать. Ох она там а. У меня там и груди разные. Ну растет. Вот она как. Есть. О. О. Рыбочка. О. Ну вот это да. Вот. Ну ясно что у бабы Нади ей хорошо. Ну хорошо. Смотри так и не упади. Да сколько игрушек то у нее там. Ой ой ой. О. Еще меньше даже есть. Ох ты да да. О. Ох ты да да. О тебе все братка Вова наверное. Да это у меня все братка. Дедушка на братка зовет его. У меня и пингвинчик. Ага. Ааа. Ну ладно. Все тогда. Я Алексей Семенович. У меня старше. Для Игнатий. На 6 или на 8. Игнатий. Но ты его ни разу не назвал. Игнатий. Так ты мои мешки то там это. 10 мешков я в сенках оставлял то. А полные уже стоят. Забирайте. Ладно. Игнатий. А на веранде у тебя там или наверху. Вилы я приносил. Будете когда варить меня. Душку к вилам. Приварить. Игнатий. Ну она там чтобы не потерялась. Но мы сами то не немощные. Игнатий тебе что то Гликерия зовет. Иди подойди к ней. А? Гликерия что то зовет тебя. Гликерия зовет меня. Ну брат ты мой. Тут живут верующие. Не просто так. Май 2018. Ой-ой-ой. Рыжие. Сейчас я им дам рыбы. Рыбы дам. Ну-ка идите сюда. Ну-ка иди сюда. Давай-давай-давай. Сейчас дам-дам-дам. Подожди-подожди на. Иди сюда. Беленькая. Иди. Вот они подошли тут. Я успеваю убирать. Игнатия. Ой. Ну не кричи. Не кричи. Сейчас подойдет. Иди сюда. Беленькая. Иди. Кс-кс-кс. Иди. Играет там какой то тряпочкой. Это я принес рыбу. На полу разложил ее тут. На. Ой-ой-ой. Пошел я. Один. Самому снимать приходится. Это не очень удобно. Вот чтобы гликерия не обожглась. Дверка вот так вот. Есть. У тебя надо что-то кипеть здесь в чашке-то. Ты же все переваришь. Там у тебя ничего не будет. Я недавно поставил. Пошел. Да что ж ты варишь-то? Какие там витамины-то? Слышала. Калину варит. Надо чуть-чуть и... Даже вон видно пузыри идут по прежнему. Что у тебя гликерия? Вот. Я тут много кричу. Что ты кричала? Мамочка, ты играешь. Так не надо. Ты так это... Оторвешься и сразу вылетишь сюда. Вот так держи. Смотри. Я так боюсь за тебя. упадешь и убьешься вот так фотографирую сам себя даже а кто это там взял так прибил то дядя вова нет это же не прибито прикручено найти на саморезы ну крепко то как так она многослойная ладно тогда я пойду еще лишь вот какая боевая девушка растет мамка у нее что-то заболела серьезно я же васильный уголок я посмотрел тут и девушка кто тут одет алтай природа старой веры со свечкой стоит лес . у мог не примет тебя если так машинка сейчас вот все это набросано на стрижена видно что они тут работают не упади я сколько раз тебе говорил не упадешь аккуратно руками держись за лестницу вот так потихоньку не торопись потихонечку вот у тебя получилось смотри как вот она бабы на кровати ты теперь все вот они с бабой тут как баба тут привещает там говорит у надежды васильев дома раскрыла я сказал шипер то если как она сорвала вот так по верху или в ряд я не видел ну и все около батюшки перед его окнами со стороны храма там лежит же же железо его брать перекрыть и чтобы железо маленько наплывала на шипер чтобы прикручено не давал дальше шипер слетать это я отсюда послал железо то это наша железо которая осталась от храма вчера валя звонила это еще говорю кто поедет этому и один еще не сделает а там три брата они могут закрыты куда ты меня зовешь куда-то зовет она меня тихо тихо там улице спаси христос все ты знаешь это кто приехал дядя игорь смотри кот котяток только не трогай даже пальцем не задевай села как она у нас тут девка боевая с этой лестнице никто не свалится потому что тут два только а там шесть а тут только два а тот играет тряпочкой ну сейчас малышка выскочит ночью еще на вас смотришь вот игорь собирается уже домой пообеду то с рядом растет шиповник смотри сколько шиповника на полу глянь усыпано красно глянь я мне зачем он здесь за газу у нас такая все понятно давай с богом домашним поклон передавай все храни тебя господь порядок это у нас тут рядом хочется стекло вот брат наш поехал до свидания сюда поехал то дорога у нас ограда тут уже дальше приток обе вот игорь хорошо с ним работать вот еще листья не все облетели это наш храм где мы молимся и купола ничего нет а крестик есть ежедневно собирались по домам а что то лепить там такую высоту там купол это ниоткуда ничего не известно тут еще не вся калина собрана вот с этой стороны виноград закрытый а вот калина оставили может кто-то возьмет все пока на этом вот он 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 Продолжение следует...